Здравствуйте! Я педагог дополнительного образования Чистова Елена Евгеньевна. Объединение дизайна одежды. Станцию юных техников. В проекте «Обереги добра» мы решили участвовать вместе с детьми. Их заинтересовало этот проект и захотелось проявить свое творчество. Наше объединение, как никакое другое, близко походит по теме. Мы создаем что-то новое, интересное своими руками. И мои дети захотели подарить частичку своего добра детям, которые родители находятся в СВО. Меня зовут Полина. Я учусь на станции юных техников в объединении с Еленой Евгеньевной. Я подумала, что проект «Обереги добра» – это хороший проект. В этот браслет я вложила всю свою душу и теплоту для детей СВО. Я методист станции юных техников города Уфы, Подскова Елена Михайловна. Я решила участвовать в этом проекте «Обереги добра», потому что мне кажется, что это полезно детям, которые занимаются у нас на станции юных техниках. И это принесет радость и частичку надежды тем детям, которые получат эти браслеты «Обереги» в подарок. Дети, которые плели браслеты, старались вложить частичку души, потому что детям, которые растут в семьях в СВО, сейчас непросто. И они с надеждой ждут, что их близкие вернутся домой живыми. И мне кажется, маленький браслетик, который они будут носить на руке, будет давать им маленькую надежду. Они будут чувствовать поддержку нашим детей. Я бы хотела поучаствовать в этом проекте, потому что мне понравилась задумка. Я очень люблю заниматься рукоделием, плести, макраме. Я очень захотела подарить эти браслеты детям из СВО. Мой классный руководитель сейчас тоже находится на специальной военной операции. Мы очень хотим, чтобы он вернулся. Я ему тоже сплету браслет. В нашей республике Башкортостан живут люди различных религий и концессий. И мы пытались выбрать что-то, что будет универсальным для человека любой религии. Но вот этот конкретный браслет, который уже готов, он несет в себе православный заряд. То есть на нем написано «Спаси и сохрани». Для человека мусульманского вероисповедания больше подойдет оберег с глазом Фатимы, с рукой Фатимы. Я Элина. Я Камила. Когда нам Эльвира Ринатовна предложила сплести браслетики детям участников специальной военной операции, то мы с удовольствием согласились. Мы уверены, что сплетенные детскими руками браслетики и подаренные от всей души принесут удачу их владельцам. Во время плетения мы вкладываем любовь, надежду и заботу в свои работы. Мы понимаем, что детишки ждут своих близких, переживают за них и надеются на их скорейшее возвращение. Мы надеемся, что наши браслетики будут оберегать и приносить удачу долгие годы. Обучающие станции юных техников решили участвовать во всероссийской акции «Обереги добра» и сделали вот своими руками вот такие вот браслетики. И хотят подарить их детям, чьи родственники стали СОО в знак поддержки. Спасибо ему огромное, потому что они очень рады. Так что они потрачены свое время и они очень красиво это сделали. Обучающиеся станции юных техников решили участвовать во всероссийской акции «Обереги добра» и своими руками делали вот такие вот браслетики. Хотят подарить их детям, чьи родственники стали СОО в знак поддержки. Хотелось бы тебе его подарить. Вот так. Я хочу поблагодарить тем, кто придумал сделать такие браслетики в знак поддержки, потому что сейчас действительно происходит нечто ужасное. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...